Как и по всей стране, торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, началась с подъема флага России. В Ленинском округе также были подняты флаги Московской области и муниципалитета. С приветственным словом к ученикам, родителям и учителям обратилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. Хочется что пожелать, чтобы детям было приятно, нравилось приходить в школу, чтобы были любимые друзья, любимые учителя, главные любимые предметы. Чтобы учителей были все ученики любимыми, все были отличниками. Порядка 35 тысяч детей в этом году сядут за школьные парты, среди них около 5 тысяч сделают это впервые. Лопатинская школа одна из крупнейших в округе. В нынешнем году ее будут посещать более 2300 учеников, среди них 351 первоклассник. Знаете, вам повезло учиться в одной из лучших школ, это школа из зеленой зоны нашего округа. Здесь потрясающий педагогический коллектив, и мне вот в лице Инга Фархатовна хочется всех их поблагодарить и пожелать немножко терпения и с нами, и с вами. Дерзайте, старайтесь, у вас все обязательно получится. С праздником, с Днем Знаний! После торжественной линейки ребята отправились по классам, а для высоких гостей устроили небольшую экскурсию. Образовательные учреждения округа участвуют в реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Не является исключением и Лопатинская школа. Два года назад здесь открыт Центр цифрового образования «Айти Куб». Дети для себя начинают понимать, что им действительно ближе. Конечно, мы хотим сейчас выращивать ребят, которые не только, извините, юристы, экономисты, нужны люди, которые действительно будут работать в промышленной гости. Гостям показали открывшийся на базе школы Центр «Точка роста». Это сеть образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, организованная в рамках федерального проекта «Современная школа». А впереди новые планы. Мы сегодня договорились, например, о том, что мы подумаем о том, чтобы открыть в этой школе медицинский класс, потому что нам нужно заинтересовывать наших детей со склонностью к химии, да, и вообще к точным наукам, чтобы они потом шли в медицинские вузы или в медицинские колледжи, приходили к нам на работу в наши учреждения, больницы. Поэтому, конечно, это все время развитие, постоянно технологии всегда меняются, конечно, и школа должна им всегда соответствовать. Лопатинская школа стабильно занимает высокие места в рейтингах учебных заведений, или, как говорят специалисты, находятся в зеленой зоне. По мнению директора школы Инги Фархатовой, это удалось добиться благодаря работникам учреждения. Кстати, средний возраст преподавателей – 35 лет. Один в поле не воин, и если бы не мой коллектив, наверное, мы не добились бы таких высоких результатов. Я очень горжусь своим коллективом, потому что в этом году мы вошли в зеленую зону для юной школы, которой всего три года. Это большое достижение, и это, конечно, заслуга всего педагогического коллектива. В заключение визита гости передали первоклассникам поздравления от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в виде сладких угощений. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.